Добрый вечер. Программа «Археология» 21.04 в Москве. Приветствую вас из студии «Финам.ФМ» возле метро «Повелецкая» 21.04 в Москве. Вы знаете, хочу сегодня поговорить об обществе, как всегда, но о членах нашего общества, которые живут рядом с нами, которые делали с нами стол и кров, которые иногда разговаривают с нами, которые способны сами переходить улицы, сами ездить на метро, о тех, кто нам дарит беззаветную, безусловную, очень часто совершенно незаслуженную нами любовь. Я хочу поговорить о собаках, полноправные члены человеческого коллектива. Мы снова и снова возвращаемся к этой теме в археологии, потому что мне кажется, что здесь, вот в этой вот теме, заключен очень какой-то важный индикатор состояния нашего общества, нравственного состояния нашего общества, отношение к более слабым членам коллектива, к старикам, к детям. И вот в данном случае к нашим четвероногим друзьям, в данном случае к собакам. У нас в гостях президент Центра защиты прав животных ВИТа Ирина Новожилова. Добрый вечер, Ирина. И директор благотворительного фонда помощи животным ВИРТа Дарья Хмельницкая. Добрый вечер. Здрасте, Дарья. Ну, вы знаете, начну с такой темы, которая на слуху. Последние недели очень она всколыхнула людей. Людей, вот эти вот дог-хантеры, массовое отравление собак, десятки, если не сотни уже домашних питомцев отравились, буквально тысячи уже, да, умирают в мучениях в течение считанных минут. Это что, регулярно повторяющаяся вещь какая-то? Это не регулярно повторяющаяся вещь, а это вещь, которая длится уже долгие годы. И, наверное, сейчас это обрело какой-то более экстремальный направленный характер, потому что появились люди, которые стали выступать против вообще такого вида деятельности, если это вообще можно назвать живодеров, назвать видом деятельности. Также появились люди, которые стали выходить против этого, требовать, чтобы виновники понесли наказание. И на сегодняшний момент прошел ряд акций, связанных с обычными людьми, которые выходили, просили, требовали, чтобы с этим разбиралось. По-прежнему идут отравления. И мне кажется, что подобного вида, вот то, что мы сейчас уже получаем, когда стали травить именно домашних собак уже на сегодняшний день. А травить целенаправленно уже и домашних собак? Травить целенаправленно домашних собак, потому что последнее отравление было не просто целенаправленное, было также с вывешенными объявлениями, что если вы здесь будете гулять с собаками, то будем травить их ядом белой поганки и положим туда крючки. Поэтому это... Ну это что, это просто больные люди? А можно я ввезу в тем? Мне просто совершенно непонятно, почему бездействуют спецслужбы, например, которым можно было просто с полпинка вот через одну минуту вычислить, с какого айпишника уходили сообщения. Мы дошли до такого состояния, что, ну я не знаю, может быть, это диверсия какая-то, потому что взаимосвязь прямая, жестокость к животным и к людям. Это отмечают все психиатры, я очень много собрала статистики. У нас колоссальный рост подростковой жестокости, причем она двоекратно, начиная с 2000 года, росла. И сейчас, если я не ошибаюсь, там 100 тысяч преступлений в год. То есть, и причем преступления с неимоверной жестокостью. То есть у нас в норме стала вот эту расчлененку вывешивать на разных блогах. Вот недалеко к сегодняшней ночи наша организация опять получилась. из Хабаровска, там 16-летняя особа. Ну такие вывесил фотки, я просто не хочу людей пугать. То есть нам кажется, что мы вот сейчас уже в том состоянии, когда в 28-й год в фашистской Германии Гитлер Югин с этого начинал. Мне кажется, что даже не с этого они начинали, потому что то, что сейчас происходит, это зашкаливает на самом деле. И вот то, что мы имеем, все вот эти пересечения, понимаете, здесь делятся на два сегмента. Одни так называемые молодежь, которые действительно тусуются в соцсетях, которые состоят в каких-то непонятных организациях, типа там антифашистских или фашистских, или каких-то там эмо, готы, я не знаю, или какие-то там сатанисты, черт их знает. Ну, эмо-то вряд ли, да, но да, много, да. Ну, какие-то, да, да, да. Я не очень в этом во всем разбираюсь. А вторая часть — это абсолютно взрослые люди, которые как раз не состоят в таких организациях. Здесь возникает вопрос, а что, собственно, они там делают, потому что некоторые из них, которые известны, они... Там это в среде вот этих живодеров, докхантеров. В среде этих живодеров, именно живодеров, потому что докхантер — это очень громкое название, это живодеры, это люди, которые получают удовольствие от убийства. И всё. А можно я вернусь к истокам? То есть проблема чисто психологическая здесь, психиатрическая? Абсолютно. Психиатрическая. Я могу привести примеры, очень много примеров, и сегодня в СМИ можно найти. Например, я очень восхищаюсь психиатром Виноградовым, это профессор Института Сербского, он говорит о том, что жестокость к животным — это уже диагноз. Профессор Кавторадзе из МГУ говорит, что жестокость к животным — это одно из проявлений жестокости. То есть это говорит о том, что там всегда стоит жестокая личность. Если рассматривать статьи ещё прошлого века, 1975 год, журнал «Природа. Феноменология жестокости», там уже своё веское слово говорили психиатры, врачи, там была Ксения Семёнова, профессор Института психиатрии. Всегда взаимосвязь. Жестокость к животным дальше обязательно выливается к жестокости к людям. Я ещё напомню, что Бухановский, профессор, который вычислил портрет Чикатило, благодаря чему тот был задержан, он сказал, что свыше 60% серийных маньяков ранее проявляли дословно специфически жестокое отношение к животным. Нам пора в набат бить просто в колокола. Эта ситуация так запущена, что дальше уже мы просто получим, вот сейчас его называют поколение «жесть». Я уже была свидетелем пяти драк в метро, молодёжь собирается и совершенно бьёт по голове просто, там беспредел полный, то есть жестокость неимоверная. Да, уровень агрессии как-то с каждым годом растёт. Я просто хотела сказать, а с чего всё начинало. 2004 год мы обнаружили, что сайты пневматического оружия, любители пневматического оружия, вывешивают открыто фотографии с грудой убитых птиц. Там они сначала мотивацию такую, что вот убийца ворон они, то есть они какую-то санитарную провели себе мотивацию такую. Хотя психиатры говорят, что ни один из преступников никогда не говорит о том, что он убивал ради того, чтобы убить. Там всегда мотивация, такая вот миссия. Нет, они об этом не говорят. У них миссия, обычно они берут на себя функцию санитаров. Вот это номер раз, миссия такая. Но эти шариковые, эти живодёры точно так же, как я вот читаю эти отчеты. А я вот сейчас к чему и говорю, вот смотрите. Мы защищаем город от вот этой грязи, заразы, инфекции. Вот мы обнаружили, 2004 год, мы очень внимательно стали следить за сайтами любителей пневматического оружия. Там вывешивались фотографии птиц убитых, просто груды. Там вороны, потом голуби, потом уже были там чуть ли не дрозды. И там уже проскальзывали сообщения. Гавкал собака ночью во дворе, разрядил пневму, спокойно лёг. Всё, жене не мешает. Когда мы в прокуратуру собрали подписи от 35 звёзд, чтобы закрыть эти сайты, там в Ярославле возбудили уголовное дело против них. И на этих сайтах началась суета. И вот дальше я уже читала сообщения. Они писали, что, что делать, ребята, давайте скажем, что мы санитары. То есть там уже возникло вот это вот оправдание. А дальше ничего не сделали. Вот, к сожалению, упустили. А вообще есть у нас реальные сроки наказания, пусть даже условные? Предусматривает жестокое обращение. Предусматривает. У нас крайние скуны. Президенты есть, но они настолько слабые. 16 уголовных дел за 2011 год. Из них три доведены до суда. И сколько, так сказать, если, как говорится, осуждены штрафы только. В основном штрафы, потому что мало того, что эта статья была единственной правовой базой, у нас больше ничего нет. За всю историю страны никогда не был закон о защите животных от жестокости. То есть Китай и мы вот пока стоим особняком от всего цивилизованного мира. Везде они есть. И везде реальные сроки. Они есть. С 1822 года в Англии первый закон. И закон уже тогда касался и собак, и сельскохозяйственных животных. Потом там Франция, Германия, все принимали законы. В 1876 году в Англии уже был отдельный закон по подопытным животным, в их защиту. Ну да, там было знаменитое дело коричневого терьера, по-моему, да, как раз в ВВ-секции, когда там члена парламента жена, по-моему, засудила. А вот, кстати, я хотела привести пример. Я просто сейчас забыла, там в соседней комнате лежат эти гравюры. Это очень известные гравюры на сегодняшнюю тему. Четыре ступени жестокости Хогарта. Это английский художник. Я не знал, что у нас такие. Я вам их подарю. Там начинается все с бездомной собаки. То есть Хогарт пояснял, он к своим картинам давал пояснение, что главный герой его картины, человек, который, пройдя через путь вот такого морального разложения, вот закончил, сейчас я расскажу, чем. На первой картине он убивает бездомную собаку. На второй картине он убивает лошадь, которую он застегал до полусмерти, она уже не могла идти, сломала ногу. На третьей картине он грабит и насилует женщину. А на четвертой картине его после казни на виселице отдают в анатомический театр. То есть вот замыкается жестокость. Цикл. Цикл жестокости. Вот такой цикл. Ну вот сейчас мы вышли на тему сравнения России с западными странами. Вот как Россию в этом смысле ранжировать? Мы являемся западноевропейской страной по нашей законодательной базе, ну и вообще по психологическому отношению к животным. Да, вот собаки и кошки в городе. Как мы можем являться, если у нас даже нету законов никаких, нет нормативно-правовых баз более. Ну, по практике, так скажем, собаковладения, по открытости города, города животным, чтобы можно было проехать в транспорте и пойти в ресторан. Нет. У нас, знаете, как Ганди говорил, что есть два пути развития цивилизации в плане духовного роста. Первый путь, по которому идут западные страны, это свод жестких законов. То есть люди не совершают жестоких преступлений из-за страха быть наказанным законом. Второй путь, самый желанный, но самый, так сказать, долгий, это когда люди не совершают жестоких поступков из-за того, что уровень сознания высок. У нас, к сожалению, уровень сознания пока до такого не дорос, но и законов, то есть карательных механизмов тоже нет. Мы идем своим путем. Да, Дарья, и вы тоже считаете, что Россия не европейская страна в этом смысле? Абсолютно, абсолютно не просто не европейская. Считаю, что Россия, к сожалению, находится на такой отдаленной точке, и просвета этому нет. И более того, я даже боюсь, что тот закон, который сегодня лежит на столе в Госдуме об ответственном обращении к животным, он тоже совершенно может далеко стать не зоозащитным законом, а наоборот живодерским, и все к этому идет. А в чем там проблема? Ну, в первую очередь, там проблема в том, что там в рабочей группе изначально нет ни одной зоозащитной организации, ни региональной, ни московской, ни представителей РКФ, например, ни фонда ВИД, одного из самых крупных, понимаете, которые у нас есть, и которые знают все эти вопросы, связанные и подопытными животными, и с продуктивными животными. О чем мы говорим? Кто это? В рабочей группе нет ни одного человека, который разбирается. Нет ученых, нет представителей института Северцева. Поэтому закон разрабатывается на коленках совершенно непонятными, неизвестными людьми. И более того, не раз обращались, вот мы все, Ирина, тоже в прошлом созыве мы входили в рабочую группу по разработке законопроекта. В этом созыве нам с большим трудом удалось заставить вообще эту рабочую группу создать, после чего никого из нас туда не впустили. И не раз мы обращались и через депутатов, и через фракции, официальные письма, и на кого только мы уже не написали и не сказали. Закон стоит на мертвой точке. Видимо, законотворческая деятельность нашей Госдумы идет в совершенно других направлениях. Да, закон об охоте в две недели приняли, причем летом, когда никого не было. Закон, который легализовал охоту с пневматикой, по краснокнижным животным, спортивную охоту. Мы уже на эту тему касались как-то в этой передаче. Была эта тема поднята. А у нас просто законодательством такая невезуха идет давно, и первая попытка закон провести через Госдуму была в 2000 году. Был законопроект предложен, на наш взгляд, очень хороший, потому что он в себя впитал все самые такие вот положения хорошие из ряда законов западных. Но он был предложен, он прошел все чтения в Госдуме, прошел Совет Федерации и не был подписан Путином. Этот закон попал на стол к Путину, когда был пересменок. Он был исполняющим обязанностей. Он его не подписал. С формулировкой нет предмет правового регулирования. Хотя нам совершенно непонятно, как такое может быть. Дальше он 8 лет, я даже не скажу, пролежал, ну провалялся просто в Госдуме. Мы писали неоднократно. Мы к Слизке обращались с тем, чтобы все-таки поднять этот закон. Мы задыхаемся от жестокости. Но вопрос там в чем? Там три силы могли инициировать принятие этого закона после того, как он уже был однажды на доработку отправлен. Совет Федерации, Госдума и аппарат президента. Вот первые две силы готовы были, аппарат президента не откликался. А дальше в 2008 году Комитет по экологии снял этот закон вообще с повестки дня, заявив о том, что и так есть законодательные нормы, и они представлены, по их мнению, в виде закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии граждан. Ну, это анекдот, видимо. Ну, потому что все мусор животное. Ну, да. Второй закон о животном мире, где на первой же странице написано, что животное — это ресурс. Ну, вот они считают, что это законо... Ну, да, собственно, да-да-да. Действительно, вот эти вот две вещи вы говорите. С одной стороны, что животное и собаке — это проблема эпидемиологии, санитарии, да, и второе, что животный мир — это ресурс. Кстати, еще у нас вот я бы хотела дополнить, Ирину. Дело в том, что помимо того, что у нас нету закона, у нас нет одного какого-то единого органа, который бы отвечал за животных в целом. Там, комитет или подкомитет, или департамент, совершенно неважно. Потому что на сегодняшний момент мы имеем абсолютно разрозненную ситуацию. То есть, если мы говорим, например, о цирках, зоопарках, это Министерство культуры. Если мы говорим о продуктивных животных, это Министерство сельского хозяйства. Часть относятся в спортивно, в комитет спорта. А собаки и кошки вообще являются якобы в комитете природопользования, но по сути ответственным координационным органом является департамент жилищно-коммунального хозяйства, потому что эти животные являются биологическим мусором. По которому работал Шариков. Да, абсолютно. То есть, на сегодняшний момент, помимо полного отсутствия законодательной базы, которую могла бы как-то регулировать, еще и спрашивать-то, собственно, не с кого. Телефон у нас, есть телефонный звонок, тогда уже напомню наш номер 65 10 99 и 6, код Москвы 495. Андрей на линии. Слушаем вас. Во-первых, вы очень неправы, потому что комитет жилищного хозяйства, простите, занимается жилищным хозяйством. Извините за то, что... Нет, вы извините, пожалуйста, но у нас вопросами животных безнадзорных в городе занимается исключительно комитет, не комитет, а департамент, для начала он называется, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, который возглавляет Андрей Владимирович. Крысами занимается, простите, самописцом. Это я вам как-то так же говорю. Нет, животными занимается все правильно, департамент ЖКХ. А покосами занимается, простите, полицию. Да нет, не занимается. Андрей, в чем ваш вопрос? В чем суть вашего звонка? У меня нет вопроса, я просто хочу высказаться. Понятно. А когда собачки кушают, то это называется нападение на человека. А в городе живет человек. А когда человек стреляет на собаку, как это называется? А в городе живет собака. А вот тут я вам напомню о движении Джуанти США. Чего-чего? Движение Джуанти. Это когда местное самоуправление в переводе на русский. При чем здесь местное самоуправление? Когда гражданин, кстати, если что, может задержать правонарушителя. В том числе он может воспрепятствовать произведению. То есть самопроизвод. Нет, это называется самосуд. Это называется самосуд. Андрей, спасибо за ваш звонок. Можно я прокомментировать? Да, пожалуйста. Мы уже с департаментом ЖКХ этот вопрос выяснили. Второе, вот это, если собачка кого-то укусила, это, конечно, очень хорошая история. Вопрос, хотелось бы все-таки обратиться к статистике, в первую очередь, понятие, кого и какая собачка укусила. Потому что, когда мы даже в тех же СМИ видим репортажи о том, что какая-то собака кого-то покусала, потом нам показывают какого-нибудь алкаша, который пьяный, залез почему-то к своему питбуллю или к стафу, которого он почему-то завел, тоже отдельный вопрос. И он его, естественно, покусал. Мне кажется, в любом случае вопрос ответственности человека. В любом случае, если собака кого-то кусает, отвечает человек. А во вторую очередь, то, что касается самосуда, ну, в общем, мы к этому сейчас и пришли на сегодняшний момент. Потому что вот Андрей считает, что если собака на кого-то напала, то ее, наверное, можно застрелить, потому что это самосуд. А вот другие люди считают, что те люди, которые убивают собак и не несут за это ответственности, и никакой ответственности за это добиться невозможно от наших правоохранительных органов, тоже делают самосуд. Можно я еще по поводу покусов статистику скажу? Мы эту цифру неоднократно понимали. 78% покусов исходят от хозяйственных животных. Причем мы приглашали на пресс-конференцию Вахтангу Панкратовича Немсадзе, это главный детский хирург. И он говорил, что с приходом 90-х характер покусов очень резко изменился. Это в основном собаки особых пород. Собаки, да, которые в мире запрещены. А причем, вы знаете, я говорила про статью «Феноменология жестокости» в 75-й год прошлого уже века, а там очень интересная была таблица, график. То есть казалось бы, что покусы происходят вот спонтанно, то есть кусают всех. Нет, когда собрали все покусы по стране, проанализировали, там два пика есть, там 15-летние подростки и люди, только что вышедшие на пенсию. Это говорит о том, что люди сами всегда выступают провокаторами. То есть недовольные жизнью люди, которые выпали из социума, и молодежь, которая вот в таком находится возрасте. Абсолютно согласен. Здесь со своей стороны хочу сказать, что, в общем-то, я лично считаю, с моей точки зрения, она правового выражения пока не имеет, собака обладает абсолютно той же полнотой прав, что и человек, живущий в городе. И как, скажем, невозможно говорить, что нам нужно наказывать, скажем, собаку, которая там, предположим, кого-то укусала. Точно это в том же смысле, как, скажем, невозможно там наказывать бомжа, который кого-то оскорбил и так далее. А тут, мне кажется, вообще эта проблема решилась бы, если бы наше государство начало бы проблему все-таки решать с самого начала. То есть вот опять сегодня у меня был интервью с вторым каналом, и вопрос касался того, что пытаются ввести ограничения по количеству животных в квартире. То есть мне вообще непонятно, как рассуждают депутаты. То есть вот бороться со следствием самое неэффективное. И не понять, что до тех пор, пока государство проблему не решает, животные будут на улицах, городах, сострадательные люди мимо проходить не будут. И как они, интересно, Юрию Михайловичу Антонову запретят содержать в квартире животных или Елене Антоновне Камбуровой. Да, да. А сколько, какое количество называется? Сколько животных? Они по метражу хотят закрепить, вот сколько можно. Я вот сегодня объясняла. На метр. Давайте мы пойдем, ну я не знаю, отправлять наших депутатов на ликбез на Запад, чтобы они поняли, как 26 стран на сегодняшний день решили проблему. Там чисто экономические рычаги. То есть люди в России не привыкли стерилизовать животных. Они не понимают, что в условиях города другого варианта нет. Это самый гуманный путь. Что такое бездомные животные? Результат перенасыщения. Ни состыковка между спросом и предложением. Об этом мы еще поговорим. О причинах такого большого количества бездомных собак. Телефон студийный 6510996, код Москвы 495. Говорим сегодня о собаках в городе. У Алины есть вопрос. Слушаем вас. Здравствуйте. Я хотела уточнить. Вы допускаете, что агрессия и отравления могут быть связаны с тем, что хозяева не убирают свои домашними животных? Нет, абсолютно нет. Спасибо за вопрос. Нет, конечно. Категорически нет. Более того, я могу сказать, что на сегодняшний день большинство хозяев уже ходят давным-давно с пакетами. И вообще, понимаете, это допускать то, что количество отравлений связано с тем, что собаки гадят, это приблизительно то же самое, что оправдать убийц бомжей или просто вообще людей за то, что они выкидывают мусор, например. Действительно, вопрос совершенно дикий. На одной чашке весов то, что, так сказать, человек там наступил собачью кушу, с другой стороны, на другой чашке весов жизнь. А просто удобная мишень. Сколько людей гадят просто. Вот даже вы зайдите, извините, у меня другого слова нет. Зайдите в парки летом, когда пикники, когда после них оставлены не просто оставлены окурки или пакеты, а зачем-то еще бутылка разбита. Это вот что, я должна пойти убить, что ли? В продолжение этой темы, вот у нас же попытались штрафы установить, административный кодекс, за то, что люди не убирают за животными. Так они не подумали просто, как это сделано, ну скажем, в том же Лондоне. Я посмотрела, там стоят контейнеры, и они с какой-то периодичностью вдоль дороги стоят, потому что невозможно утилизировать в общих отходах фекалий животных. Они должны особую обработку проходить. Поэтому предполагалось, что человек, собрав за своей собакой, несет в дамской сумочке километр. Все вот это вот, да. Слушайте, у нас сообщение на сайт. Я впервые за 4 года работы совершенно, вот на Финаме совершенно балдею от сообщений, потому что я всегда считал, что я как бы на одной волне с аудиторией, что у нас лучшая и самая продвинутая аудитория. Но то, что пишут на сайт, у меня просто волосы дыбом встают. То ли, я не знаю, то ли на нас вышли какие-то вот эти док-хантеры. Док-хантеры Андрей пишет, что по поводу садизма это спортивная любительская охота, отстаньте от людей. Андреевы, никогда больше сюда не звоните и не пишите. И отстаньте, пожалуйста, от сайта Финам.фм и от этой передачи. Буду очень благодарен. Они активно отслеживают все. Никогда не будете слушать. Вячеслав пишет. Сейчас бы 0,2 и сразу бы вот сразу бы вычислить. Вячеслав пишет. У меня знакомая чуть не умерла от покусов. Меня 10 лет назад ни с того ни с сего чуть не укусила собака. Платить надо за собаку и многое, как в Австралии. Вячеслав, ну мне кажется, проблема большая в вас, а не в собаках. Как уже наши гости здесь объяснили. Более того, я могу сказать, что очень часто эти люди как раз-таки употребляют такие терминные серии «меня там покусала» или «у меня там ребёнка укусила» или «это». Потом начинаешь выяснять, и оказывается, что у него и ребёнка-то нет. Ну да, да. А знаете, тут какое дело? Тут несколько лет назад мы, в общем-то, знаем, кто стоит за этим движением. Если бы нас спросили, мы всё давно бы рассказали, что там всего 2-3 человека, идеологи этого движения, они просто манипуляторы общественным мнением. И лет 10 назад им совершенно не удавалось подстрекнуть так, чтобы вся Москва вспыхнула, и они, бедные, вынуждены были сами ходить по всем сюжетам. А почему мы не можем их назвать? Давайте мы их назовём. А большая честь. Ну это никто, собственно. Мы обращались в Госдуму по поводу того, чтобы... Назовите, назовите, ну хоть кто-то странно, важно знать своих героев. Так называемая реалистическая зоозащита во главе с господином Ильинским, моего другом-рыбалкой, так называемым биологом из Карелии, который знает всё, что происходит в Москве из Карелии. Ну там 2-3 человека всего. Вот эти люди официально, официально находятся на сайте Догхантеров, как наши ресурсы. Непонятно вообще, куда смотрят правоохранительные органы, и, собственно, кем они борьбой с кем, и ловлей кого занимаются. Вот, в общем, тема действительно очень, видимо, задела наших слушателей. Напомню, наш телефон студийный 651099,6. У нас в гостях Ирина Новожилова, президент Центра защиты прав животных вида, и Дарья Хмельницкая, директор благотворительного фонда помощи животным ВИРТа. Мы уйдём на небольшой перерыв. Добрый вечер, это программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Говорим сегодня о проблемах собак в городе. У нас в гостях президент Центра защиты животных, прав животных вида Ирина Новожилова и директор благотворительного фонда помощи животным ВИРТа Дарья Хмельницкая. Добрый вечер. 651099,6. Звоните нам и скажите про ваше отношение к проблеме животных в городе, в частности, к проблеме бездомных собак. Давайте поговорим о бездомных собаках, о бездомных животных. Где, собственно, корни проблемы? И почему это так запущено у нас в России? Почему такое огромное количество бездомных собак? Ну вот если вернуться к событиям 100-летней давности, когда Булгаков описывал в своём романе похождения Шарикова и ловческие бригады, а ничего не изменилось, и 200 лет так же было. Мы стоим на месте, потому что тут шаг должен быть централизованный в виде федерального закона. То есть вот смотрите, на сегодняшний день 26 стран мира заявили о том, что они проблему бездомных животных решили. Решили они таким образом. Везде людей призывают к стерилизации животных. Работают мощные социальные программы. А в западных странах с экранов телевизоров постоянно два типа роликов. Вот если бы их в России пустили в бесплатное эфирное время, мы бы сейчас совершенно другое отношение к проблеме имели. Первый тип роликов – возьми животное из приюта, помоги городу в решении проблемы. Второй – стерилизуй своё животное. В условиях города нет другого варианта, потому что у этих двух животных компаньонов очень большая плодовитость. Стерилизовать и кобелей, и сук? Вообще женские особи. Женские, да? Да, потому что они репродуктивны. И от них исходит угроза. Смотрите, вот какие данные у ВИСПы, Всемирного общества защиты животных. В потенциале за 6 лет пара собак, способные на свет произвести 67 тысяч особей, кошек – 420 тысяч особей. То есть тут становится понятно, что при таких темпах перепроизводства ни строительству приютов, если не остановить кран, ни стерилизации бездомных, проблему уже не решат. Они могут служить лишь дополнением. То есть вот сначала перекрывается кран, перекрывается он таким образом. Люди, которые берут животных из приюта, освобождаются от налога, они помогают, они освобождаются. Люди, которые берут домой животное, но не стерилизуют, платят налоги. Люди, которые занимаются разведением как бизнесом, платят огромные налоги, поэтому заводчиков на Западе просто сосчитать по пальцам. Эта деятельность, считается, которая, в принципе, приводит к усугублению проблемы. Ну да, собственно, вот я еще об этом хотел поговорить. Разведение собак в 21 веке. Я бы еще хотела дополнить, что я еще считаю, что вторая проблема появления безнадзорных животных, именно собак, если мы говорим, например, в городе Москве, другие регионы я даже брать не буду, потому что это глупо, там идет убийство, и на место через год появляются те же самые новые собаки. Если говорить о Москве вместе с программой стерилизации, то у нас совершенно не затронуты области промзон, откуда идет действительно большой поток тоже безнадзорных животных, которые оттуда плодятся. И если у нас по заявке, то есть у нас поступает заявка, и заявку как бы дают в основном люди. На промзонах очень часто идет убийство, нелегальное, и, в общем, это огромный тоже приток безнадзорных животных. Но я бы хотела заметить, что есть только два официальных исследования, и поэтому мы можем опираться только на эти цифры, и больше ни на какие. Это 96-й год Институт Северцева, и 2006-й год это СОДЖ. Оба этих исследования показали, что в Москве находится около от 26 до 30 тысяч безнадзорных собак. Так вот, на сегодняшний момент, когда мы общались с Паярковым, исследования Института Северца, они продолжаются, но как бы внутри самого Института. Так вот, он сказал, что на сегодняшний момент численность безнадзорных собак очень резко сократилась, и в лучшем случае она насчитывается до 13 тысяч. Из-за чего? Из-за программы стерилизации, из-за проблемы караверами. Да, я считаю программы стерилизации, и плюс, конечно, огромный процент это вот эти докхантеры, так называемые, а для нас они живодеры, которые просто зверски убивают этих бедных животных. Но, кстати, популяция все равно реагирует всплеском рождаемости. То есть, если отстрелить, или достерилизовали, все равно популяция восстанавливает. А мы даже, живя в городе, все равно от биологических законов уйти не можем, и если на популяцию давит фактор с целью ее уничтожения, то она все равно реагирует всплеском рождаемости. И там в приплоде появляется дополнительная самка и в полтора раза больше. Просто, понимаете, у нас еще, помимо всего прочего, мы живем в России. Мы не живем на Западе, где проблема, в первую очередь, решена с мусором, с утилизацией отходов. Мы живем в России, и мусор у нас утилизируется в 99,9% тем, что он свозится на огромные мусорные свалки. Так вот, это является кормовой базой для большинства животных в городе и в населенных пунктах. И если мы в этих условиях находимся, то тут возникает вопрос. Вообще, имея такую сложность, именно сложность с утилизацией мусора, должны ли вообще быть, не должно ли вообще быть безнадзорных животных на улице, или все-таки какая-то часть должна быть, которая в естественных, нормальных условиях, естественно, если удастся решить вопрос у докхантеров, то будут спокойно жить, иметь там опекунов, но какой-то тот же самый биологический барьер в том числе держать. Потому что, безусловно, там, например, искусственное состаривание стаи приводит к тому, что нет новых молодых особей, которые являются переносчиком инфекции, там, или... Ну, у них слабый иммунитет, только поэтому, потому что они плохие, а потому что у них слабый, неустаящийся иммунитет. Нет, ну, тут состаривание стаи даже мы не доживем, потому что среднее продолжительное животное в городе меньше одного года, то есть из щенки постоянно выбрасываемые, в результате... Нет, ну, почему? Меньше одного года живет среднее? Нет, нет, нет. Ну, есть стаи, и живут 10 лет, вот поярков наблюдается. Это очень маленькие промзоны, то есть у нас нет собак пари, я со всеми трудами поярковых хорошо знакома, то есть в основном их убивают, или они гибнут на дорогах, очень мало собак доживает до... Ну, я тут не совсем согласна, потому что я знаю много собак, именно, и у меня есть своя база по животным и по опекунам животных, и как раз эти животные, они взрослые. Ну, вот об опекунах поговорим чуть позже, сейчас я хочу еще послушать несколько звонков. 65 10 99 и 6, код Москвы 495. Анатолий. Да-да. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, я, конечно, считаю, что убивать собак это дикость, тем более, что собака это действительно, в общем-то, существо такое... Социальное. ...следующее после человека, да, по умственным способностям. Но должен сказать, что вы все-таки, вот, как мне показалось, не расслышали то, что хотел сказать предыдущий звонивший о том, что город это все-таки территория для людей в первую очередь. И, понимаете, вот эти все вещи, типа вот грубка формируется и подстрел у животных, это, конечно, ну, дикие, нездоровые проявления, но это такая вот кривая, но все же, понимаете, ответная реакция на то, что иной раз в квартирах там по пять-шесть собак, там по десять кошек и так далее, понимаете, то есть... Анатолий, а если слишком много детей в квартирах живет, а кому-то не нравится дети? Давайте убивать, он предлагает. Давайте проведем границу, давайте проведем границу, вот это совсем не одно и то же. Нет, а вот я считаю, что нельзя проводить границу, это город не для людей, а город для людей, собак, кошек, птиц и всех живущих там живых существ. Почему кто вам сказал, что это город для людей? Нет, нет, вы знаете, города были построены людьми и для людей изначально, а животные... Для людей и тех, кто живет с ними. Если мы даже посмотрим, ну, простите, там, я не знаю, там, Библию, там, то есть животные, они были, как сказать, они не для города были созданы, они были просто... Анатолий, Анатолий, ваше мнение понятно, вот сейчас наши гости ответят, но мне кажется, что здесь Анатолий озвучивает ключевую проблему, ключевое непонимание, которое существует в нашем обществе, что вот есть некий человек, царь природы, который перл создания и шмерл творения был создан в последний день, вот, и Бог ему сказал, дал право, значит, царствовать над всеми этими четвероногими тварями, с чем я лично категорически не согласен. Эта философия настолько устарела, она господствовала действительно веками, она нас привела к глобальному экологическому кризису на планете. Она называется антропоцентризм, когда вот человек считает, что он хозяин во вселенной, а все остальное — это сырье. Мы все вплотную подошли к тому, что мы сами, наверное, исчезнем с лика планеты, потому что, ну, такими темпами мы бы изничтожили все вокруг. А проблема, мне здесь кажется, одна, ментальная, потому что выстраивается цепочка определенная, то есть, как бы сказать, животное — это самое незащищённое существо в нашей системе ценностей, и если мы не научились сопереживать самому незащищённому члену, то вся цепочка ценностей, она дальше рушится. Вот это всё взаимосвязано. Не научился. Да, то, что Толстой говорил, первая ступень, что если ты не научился жестокости, гуманности к обращению с животными, то точно при... А это говорили все умы, самые известные нам. Ну, Пифагор говорил, строго накажи своё дитя виновное в убийстве насекомого. С этого начинается человекоубийство. Да, да, да. И абсолютно вот этот ответ последнему нашему звонившему Анатолию категорически не согласен. Это не город только для людей, это город для всех живущих в нём живых существ. И только так мы можем чувствовать себя людьми, если мы обеспечим им право на жизнь и на благополучное существование. Александр на линии. Слушаем вас. Да, добрый вечер. Вы немножко однобоко рассуждаете в том плане, что почему-то все покусанные являются виновными в том, что их покусали. Потому что огромное количество. У нас огромное количество бездомных собак на промзонах и так далее. Кроме того... Александр, огромное количество это какое количество и откуда у вас эта цифра и про какую статистику вы говорите? Вот когда вы говорите огромное количество, вы на что опираетесь? На то, что вам по телевизору сказали? Я опираюсь на тех бродячих собак, в которых я вижу... Вот я живу в Зене-Награде, в некоторых районах очень много бездомных собак. Очень много. Это сколько? 10, 15, 20? 10, 15. А вопрос даже не в этом. Вы поймите, что если бы у нас, наше государство захотело решать проблему, то животных не было бы в течение нескольких лет. То есть такого количества не было бы. Я вот не знаю, сейчас, может быть, в Госдуму просто нашим депутатам приносить вот эти вот свертки, которые я часто вижу на остановках, когда люди, допустив размножение, просто оставляют в коробке. Или в электричку. Однажды я сидела, и улетела просто шапка вот с животными. То есть... Александр, вот подождите. Вот хорошо, ладно. Вот допустим, что огромное количество бездомных собак. Дальше что вы этим хотите сказать? Хочу сказать, что есть покусанные, действительно, и вполне возможно, я допускаю, что у них появляется некая жажда мести, поэтому они образуют такие некие сообщества. Вы их оправдываете, что ли? Нет, я их ни в коем случае не оправдываю. Ни в коем случае, тем более это животные, которые не могут ответить. Но при этом государство должно регулировать количество бездомных собак. Кроме того, еще один момент, по поводу которого я хотел высказаться, это сами же люди гуляют с собаками без намордников, которые там маленькие дети. От испуга может последовать любая реакция со стороны ребенка. Со стороны собаки может также последовать ответная реакция. Кроме того, у меня был недавно конкретный случай. Я не мог войти в подъезд, просто потому что хозяйка с восьмого этажа оставила, она напилась и оставила свою бульдога пьяного в подъезде. И никто не мог войти. Понятно. Да, мы согласны. Только у нас в одном из ток-шоу глава Госдумы Платонов рассказывает, как он со своей бойцовой собакой гуляет, не одевая на нее ни поводок, ни намордник. Вы знаете, вот хотелось бы прокомментировать данный звонок, потому что, наверное, надо объяснить. Я вот слышу в этих высказываниях, я вижу, что человек действительно он как бы осуждает и с другой стороны пытается мотивировать и, главное, оправдать этих живодеров. Вот что интересно, найти им оправдание. Это зависит, наверное, от того, что просто, ну, мало есть просветительская работа, которая на сегодняшний день ведется, хотя мы стараемся делать много, но, к сожалению, пока что у нас это, наверное, не так хорошо получается. Так вот, необходимо заметить, что Зеленоград, конкретно, из которого вы звонили, является Московской областью. И там, как раз, в этом месте идет отстрел. Просто отстрел животных. Значит, что такое отстрел? Есть территория, я говорила, что есть мусор, который является кормовой базой. Значит, если есть кормовая база, на нее всегда будет кто-то, кто эту кормовую базу будет есть. Зачищая, убивая, убивая вот этих вот собак каждый год, на следующий год они имеют точно такое же количество на этой же точке, где есть мусор, который приходит новый. Что такое новый? Новый, это который начинает бороться за эту территорию. Раз, который начинает размножаться. Два, который начинает ее охранять и защищать. Три, отсюда может появляться как бы вопрос какой-то агрессии, потому что, когда Александр говорил, что у него 10 собак, это говорит о том, что у него там стая. Так вот, эту стаю путем можно как бы успокоить только одним способом. Это возвратная стерилизация. Это когда собака отлавливается, стерилизуется и после этого возвращается на место. Первое, вопросы агрессии связанные с размножением снимаются. Более того, если собака живет на этом месте и она знает это место, то она его не борется за территорию, потому что стая уже сформирована и снимаются вопросы агрессии. И здесь необходимо вот это вот обязательно подчеркнуть, потому что от того, что вы уберете этих собак оттуда, ситуация не изменится. Давайте вот поговорим в оставшееся нам время о том, что все-таки делать, какие меры. Понимаете, потому что вот я даже вижу и звонки, которые идут, и то, что на сайт пишут, люди действительно задеты этой проблемой, но они как-то, не знаю, я вижу по голосованию людей, что они как бы даже оправдывают все эти страшные жестокости, которые происходят. Роман пишет, что делать отцу семейства, живущего рядом с бездомной стаей? Ну, я не знаю, Роман, наверное, я не знаю, собрать денег вместе всем подъездом и, скажем, и стерилизовать этих собак, нанять людей, и отвезти их в приют, а еще, может быть, взять себе домой собак из приюта, вам в голову не приходило? К чему вот этот вопрос задавать? К тому, что правы те, кто этих собак отстреливают? Нет, а главное, что у Романа, даже если их застрелят, то там будет опять 10 собак на следующий год, потому что, видимо, рядом у Романа какая-то хорошая помойка, где они питаются, вот и все. Ну, давайте вот поговорим, что действительно, какой реальный выход? Где, значит, корень зла? То есть, один, первое, это то, что хозяева не стерилизуют своих собак, как я понимаю. Да, нужно воспитывать людей, два ролика запускать срочно, хоть по 7 секунд дали бы нам на эфирного времени, на центральных каналах, это уже людей совершенно изменило бы. А мы изучали, какие проблемы, то есть, почему люди не стерилизуют животных, вот какие стоят догмы в голове, там три типа догм. Первый вариант, что животному надо обязательно один раз дать родить, вот эту догму развивают ветврачи. Да, это правда. А вторая догма о том, что стерилизация может быть опасна для животного, это абсолютно ерунда, эта операция уже десятки лет, там отработано всё просто до микрона. И третий тип догмы, что мы, дав животному родить, спокойно пристроим потомство. Вот я со своими родителями сражалась долгие годы, они мне сказали, мы кошке позволим родить, а дальше мы пристроим. Я им пыталась объяснить, вы понимаете, так думают все, а потом дальше вы начинаете по знакомым, никто не берёт, вы обращаетесь к перекупщикам, которые вам сулят там за деньги пристроить, они собирают животных, а потом в мешках просто выбрасывают вдоль дорог. Мы неоднократно выезжали, вот просто звонят журналисты и говорят, вот сейчас проезжали, Мячиковский аэропорт, мешок лежит просто с животными. И раньше шевелящиеся кусты были возле птичьего рынка в конце рабочего дня. И сейчас, да, тоже. Тут ещё, наверное, необходимо добавить, что стерилизация не просто не вредна собаке, а стерилизация как и кошке, так и собаке полезна, потому что это является профилактикой рака, онкологических заболеваний. И целый ряд заболеваний. В первую очередь. То есть люди, которые любят свою собаку, хотят, чтобы она жила дольше, наоборот, должны её стерилизовать. Да, да. И ещё вот эта вот тема, которую тоже хотел обсудить, может быть, чтобы наши слушатели поняли, помимо тех, кто нам здесь шлёт сейчас смски, звонит с тем, что, так сказать, мы тут все слишком добренькие и сидим, по поводу заводчиков, что нужно как-то этих людей приструнить, призвать какой-то ответственности, что корень зла, собственно, в тех людях, которые за деньги разводят собак. Да, есть такой момент, они насыщают очень сильно базу. С приходом 90-х, я могу сказать, я работала в НИИ, и у нас половина сотрудников перешла на вот занятие такой деятельностью, потому что это было выгодно. Квартир, битком набитых по 100 животных, мы тоже видели очень много, но здесь, понимаете, люди должны сознанием дорасти до того, что когда есть масса сирот, никому не нужных, животных, непрекаянных, а зачем плодить новых, тем более плодить их под цвет обоев, там вот выводить новые породы, если по этому пути идти, мы сейчас отчуждаем новые виды от природы, делая их зависимыми. Я вот сейчас вижу, ну это ужас просто, это какие-то хорьки появляются, домашние лисы, это новые мучения для животных. Я как биолог могу сказать, что гена наследует сцеплена, и человек работает всего лишь там с несколькими сотнями генов, он не распознал весь генный аппарат, поэтому, если человек хочет вытянут один признак, то за ним цепляется масса ненужных животному, и за список, за каждой породой тянется список врождённых аномалий, это просто мучение для животных, и ветврачи нам часто говорят, что до тех пор, пока существуют породы, мы не останемся без работы. У Ротвиллера шесть страниц аномалий врождённых, например. Мы вот справочник перевели. Человек, да, просто вмешался туда, где всё это выведение пород и бойцовых, и декоративных пород, это какое-то уже идёт такое экспериментирование, ну давайте детей разводить за деньги, вот то же самое, да, собственно. В любом случае, эти породы есть, и, наверное, здесь основная проблема даже не столько вот в, скажем, в тех людях, которые занимаются такого вида бизнесом, но который состоит в клубах, потому что клубы ещё хоть как-то могут это регулировать, а большая проблема заключается в том, что на сегодняшний день в отсутствии какой-либо законодательной базы вообще в целом сами клубы не могут регулировать размножение вот этих породистых собак, когда они продаются через интернет без родословных, за копейки, те же йорки, пудели и так далее, ну, в общем, и так далее. Смотрите, Станислав нам пишет на сайт и, собственно, заводит такую, может быть, очень важную тему животных вообще, собак, в частности, я люблю, сам являлся заводчиком двух собак, одна из них кавказская овчарка, животных убивать нельзя, это варварство. Меня поражает другое, в моей стране полно неосвоенной земли и людей, которые хотят ухаживать за животными, но неужели нельзя для, ну, видимо, имеется в виду приюты, приюты для бездомных собак и кошек? Земля у нас освоенная. Дать возможность местному населению работать там, лечить, ухаживать за ними? Слушайте, земля у нас настолько освоенная, вон, Российская кинологическая федерация пытается в течение трех лет выбить землю под приют для бездомных собак, где они могли их стерилизовать, выпускать и там, держать собак-инвалидов и в том же случае спасать каких-то животных, которые породисты, с которыми плохо обошлись. Так вот, в Пушкинском районе, например, нет земли, понимаете? Так что у нас, у нас земли-то много, когда едешь, но у каждого кусочка у нас есть хозяин. Насколько, насколько приюты решают проблему? К сожалению, они могут служить лишь дополнением к рычагам, которые перекроют разведение, потому что, если вал разведенческий не остановлен, то приюты мгновенно в конвейеры смерти превращаются, это мы знаем. Тут мы можем только полагаться на приюты, которые еще в советское время создавались частниками, то есть людьми, которые стоят на позиции защиты животных. Но муниципальные это просто конвейеры смерти. А куда? Вот там сидит, там 200 посадочных мест, скажем, а каждый день по 200 собак подвозят. Ну, я не согласна, что муниципальный приют конвейер смерти, как раз с этим я не согласна. А вот это просто не может быть иначе. Просто проблема заключается в том, что у нас, как всегда, сделано все через одно место, поэтому и действительно приюты переполнены, но в Москве все-таки есть хотя бы постановление 819, которое говорит о том, что содержание животных в приютах может быть до момента их естественной смерти или пристройства Ну, слушайте, ну, я не знаю, вот я в Фейсбуке являюсь подписчиком там большого количества приютов, там Ногинские муниципальные приюты, они меня заваливают сообщениями, там и тут они пристроили, и там пристроили, и слепую собаку они сейчас деньги собирают. Потому что там зоозащитники взяли, зоопредков, тоже я у них подписан, по-моему, они. Каким образом приюты могут помочь, если вот под дверьми приютов каждый день огромное количество появляется животных? То есть вот я утром могу поднять 5 звонков в нашу организацию. У меня 13 щенков, что мне делать, а у меня 10, а у меня день. К вечеру это уже готовый приют. То есть люди допускают размножение. Откройте сайт Пес и кот гигантский. С утра до ночи все исписано. А что мне делать, я допустила. Ну, ладно, тоже. 65, 10, 99,6. Говорим о бездомных собаках. Мария на линии. Слушаем вас. Добрый день. Добрый вечер уже. Да, добрый вечер. Знаете, во-первых, я хотела сказать свою точку зрения, что, на мой взгляд, отношение, которое есть к животным в нашем городе, оно просто неприемлемо для людей, которые считают себя развитым обществом. Но вы об этом, в принципе, много очень говорили сегодня, и я не буду повторяться. И я хотела сказать, что мне кажется, что проблема вот такого отношения, она лежит, в общем-то, в воспитании детей в школах. И, может быть, ну, как бы, получается, замкнутый круг как-то, ну, люди жестоких животных, животные мучаются, животные в городе, там, ну, да, действительно, вот, что-то, что-то, говорят, что там бывает на куст, но это, мне кажется, в принципе, может быть, если бы в школах детям как-то, ну, больше рассказывали о том, что нужно быть добрее к животным, это, в принципе, как-то молодое решение. Спасибо. Есть даже такой предмет, биоэтика, который мы очень бы настоятельно рекомендовали внедрить в школу. Он разработан, он адаптирован по три возрастных категории, но, к сожалению, он пока не является обязательным. Да, да. Смотрите, на сайт у нас пишет Инна, много ли приютов в Московской области и какая помощь нужна приютам? А вот звонит у нас как раз сейчас Алексей, который сейчас как раз едет из приюта, где работает. Алексей, слушаем вас. Алло, добрый день. Я из приюта, как раз, я так понимаю, муниципального для Кабиолева по работе. Там содержится порядка двух тысяч собак. Тысяча семьсот девяносто у вас там собак. Да, я не знаю, какое точное количество, то есть второй раз я туда езжу. А вопрос в чем? Даже не вопрос, на самом деле, это ужас, потому что в том состоянии, в котором они содержатся, рук не хватает. Какая-то помощь вам нужна от волонтеров, от людей, которые... Я сам, наверное, являюсь уже волонтером. Есть люди, которые их обслуживают, но люди абсолютно не заинтересованные взаимодорбайтерами. Скажите, может быть, хоть как-то поможем. У вас же там есть много волонтеров. Скажите, где вы находитесь, может, к вам люди, которые какие-то приедут, которые наши слышат. с удовольствием зайдите на недавний пост другого. В ЖЖ другого, да. Да, почитайте, есть ссылки, волонтеры нужны. Ну да. Руки нужны, но я сейчас не вижу, то есть не знаю, что происходит с приютом, то есть изнутри я коснулся этого и понимаю, что собаки, которых я видел в воскресенье положим, в настоящий момент этих собак уже нет. Куда они уходят, то есть для меня непонятно. Нет, мы знаем, не могут приюты в заданных условиях быть не конвейерами. Это исключено, потому что такой вал живут. Вот это именно сразу я услышал от вас и как бы... Вы с ней согласны. Понимаю, что отчасти, да, потому что я не понимаю, что там происходит. Вот есть постоянные волонтеры и за ними закреплены собаки определенно. Да, кураторы. кураторы. И, соответственно, этих собак, вероятно, не трогают. А остальные уже как... А остальные, я не знаю, что с ними происходит, потому что, я так понимаю, статистика по ним не ведется, то есть единой картотеки нет. Собаки, привезенные недавно, они абсолютно социально спокойны, то есть, видимо, были хозяева. Абсолютно нормально, адекватно. Андрей, извините, пожалуйста, у вас же там ведется картотека, ведется чипирование, какие-то такие вещи странные. я... Вы во сколько выехали? Стоп! Вы во сколько выехали из муниципального приюта? В шесть часов. А со скольки, до скольки работает приют? До восемнадцати пускают волонтеров. Со скольки? Я так понимаю, волонтерский день с утра, это среда, суббота, воскресенье, с утра с десяти, положено, или с одиннадцати до восемнадцати, в остальные дни с тринадцати до восемнадцати. Ну, это уже детали. Ну, как-то странно. У нас вопрос звучал, приюты решают ли проблемы? Не решают. Да, да. Хорошо, Алексей, спасибо, спасибо вам огромное за звонок. Вы знаете, ну, вообще, вот, в принципе, вот эти вот все звонки, просто, я не знаю, люди, подумайте, у нас в городе, я не знаю, есть, представьте, огромное количество концлагерей, да, и в этих концлагерях содержатся дети. Вот, и вы не хотели бы просто подумать о том, что надо просто пойти... Я не согласна категорически, что это концлагеря, извините, пожалуйста. Я хочу добавить, что, например, волонтеры, Эко Берлёва конкретно, которых я очень хорошо знаю, недавно провели очередную акцию, это уже очередная акция, когда они привезли собак в Таганский парк, и из тридцати выставленных собак десять обрели дом. Ну, да, это как раз же же другого было. Не будем даже поднимать, потому что расследований было очень много, это конвейер смерти, даже не обсуждается. Давайте сейчас у нас, у нас, к сожалению, осталось уже, заканчивается время и в эфире, но всё равно, я просто, понимаете, я сказал здесь образ концлагерей, в принципе, чтобы подчеркнуть наше отношение к живым существам, которые, ну, я не знаю, в каком количестве, десять или тысяч или двадцать тысяч, которые живут в нашем городе, которым многие звонившие и писавшие к нам отказывают просто в праве на существование, только вспоминая свои какие-то действительные или мифические покусы и говоря, что мне делать, если у меня дети гуляют. просто поймите, что это такие же живые существа, которые имеют такие же права на город и на существование, как и мы с вами и наши с вами дети. Можно призвать? Можно одну секунду буквально? Давайте буквально по десять секунд. Я хочу сказать для тех людей, которые против убийства этих бездомных животных и уже на сегодняшний день хозяйских, если вы не хотите, чтобы завтра ваша собака уже погибла, то мы вас приглашаем 28 воскресенья на митинг против Докхантера, который будет на Пушкинской площади в 11 часов утра. Спасибо. Это была Дарья Хмельницкая и Ирина Новожилова. Я хочу к людям обратиться, чтобы они прекратили быть аморфными. Если вы столкнулись с жестокостью, не надо думать, что кто-то за вас обратится. Пишите заявление, обращайтесь, поднимайте всех. Ну, надо как-то уходить от нашего менталитета, что это вот за нас, где-то там кто-то, царь-батюшка, решит. Да, да. Это была Ирина Новожилова, президент Центра защиты прав животных видов. Но от нас, скажу, судя по такому неожиданному совершенно отклику в валу звонков и сообщений, вообще я вижу, потому что происходит у нас глубоко больное общество. Давайте все вместе лечиться, и лечиться в том числе при помощи любви к собакам и ко всем живым существам. Это была программа Археология. Я ваш археолог Сергей Медведев, запкультом Анна Соколова, продюсер программы Дина Турбовская. Доброй ночи и удачи.